Отопительный сезон в Харьковской области стартовал 10 октября. Соответствующее распоряжение подписала глава региона Юлия Светличная. В первую очередь тепло подали в объекты социальной сферы. Одним из первых регионей к теплу подключили детский сад ВСЛК в городе Валки. Уже в понедельник воспитанники дошкольного учреждения на занятиях переоделись в одежду с коротким рукавом. Сегодня с ранку распочался опаливальный сезон у нашем закладе. На протяжении дня уже в группах доступна температура. И вот сейчас на сегодня батареи уже относительно теплые, гарные. Температура поветра в каждой групповой комнате на сегодня, на сейчас, санитарного регламента, 19-20 градусов, то детям тепло, комфортно. Отопительный сезон в этом году, как и в прошлом, в учебных заведениях города стартовал по графику, отмечает Виктория Новосел, начальник отдела образования Валковской районной государственной администрации. С самого утра, 10 октября, в городе стало тепло во всех учреждениях социальной сферы. Взагалі, підготовка до опального сезона – це завжди одна з найважливіших проблем. І хочу сказати, що готувалися ми до цього протягом всього літа. Допомагали нам в цьому наша місцева влада, голова Валковской районной державной администрації, працівники відділу освіти, голови сільських, селищних, міської ради. Тобто разом, однією командою, ми дійсно змогли 100% підготуватися до початку опалювального сезона. Работа проходит в штатном режимі. Все структуры, отвечаючі за обеспечення отопительного сезона, работають скоординированно, сообщила руководитель Харьковської області Юлия Светлічная в ході селекторного совіщання під руководством прем'єр-міністра Владимира Гройсмана. Почали в першу чергу з соціальної сфери і маю доповісти, що на сьогодні об'єкти соціальної сфери підключені майже на 60%, житлові будинки майже на 25%. В області цілодобово працює штаб на період підключення. На підприємствах та організаціях сформовані аварійні бригади для оперативного реагування. В случае возникновення аварійних ситуацій с електропроводами область готова їх решити, заявив заміститель губернатора Евгений Шахненко. По його словам, на сьогоднішній день заготовлені все необхідні запасні части по лінії електропередач. Сами кабеля, провода в достаточному количестві. То есть, мы, если вдруг у нас будуть такие же погодні условії, или такая же ситуація, как було в прошлом году, мы к ней полностью готовы. Ремонтные бригады, проведені учення на базі Новодолажської РЕС, других, там, де ми знаємо, що точки збору определены і так далі. То есть, містні районні адміністрації знають, що їм робити в любой момент, якщо будуть сложні погодні условії. По словам Шахненко, ТЦ-5 работает в штатному режимі. В случае аварії і відсуття газа на теплоэнергоцентрали є резервний запас мазута, який розсчитан на 10-15 днів. Також заміститель губернатора отметил, постоянно мониторятся запасы угля на Зміевськуй ТЦ, который отапливает посёлок Слобожанский, де проживають більше 15 тисяч человек. Уже заготовлено більше 90 тонн угля. Этого хватит, щоб блок Зміевськуй ТЦ работал около 2,5 місяців. Прибытие ещё 160 тонн угля, по словам чиновника, ожидается 26 ноября. Це позволить согреть посёлок Слобожанский до конца топительного сезона, уверяет Евгений Шахненко. Для сравнения, в прошлом году запасу угля там насчитывалось около 20 тонн. Подготовка в этом году, на мой взгляд, и по оценкам наших уважаемых коллег из министерств, которые приезжали и смотрели, и я сам чётко чувствую уже как бы второй отопительный сезон в этой должности. Я скажу, что такое наблюдение, что мы более в этом году готовы, знаем все проблемы и проблемные точки, недостатки. Я думаю, что у нас сюрприза в отопительный сезон быть не должно. Непосредственно в Харькове, согласно распоряжению мэра Геннадия Кернеса, в объектах социальной сферы города батареи включают с 13 октября, а в жилых домах с сегодняшнего дня. По словам директора КП «Харьковские тепловые сети» Сергея Андреева, предприятие планирует подать тепло во все жилые социальные объекты в течение 10 дней. Конечно, были проблемные вопросы в стадии подготовки города Харькова к работе в осенне-зимний сезон. Поэтому мы эти проблемные вопросы снимали на штабах. Была правильная, динамично выстроенная работа всех ветвей власти и наших коммунальных предприятий. По данным областных властей, Харьковская область – лидер среди всех регионов Украины по заготовке песчано-соляных смесей для дорог. Для ликвидации снежных заносов готова более 300 единиц техники «Облавтодора», которая в случае необходимости обеспечит проезд по дорогам Харьковской области. Зима 2017 года также обещает быть влажной. Но таких катаклизмов, которые были в Европе, в прошлом году синоптики не прогнозируют. Средняя температура воздуха в декабре не будет понижаться минус 15 градусов по Цельсию. Основные морозы ожидаются в середине месяца. А вот январь, по прогнозам синоптиков, будет самым холодным месяцем наступающей зимы. В первой половине месяца синоптики прогнозируют сильные осадки, а столбик термометра в дневной час будет опускаться до минус 19 градусов по Цельсию. Вторая половина января принесёт с собой серьёзные морозы. Кроме этого, ожидаются порывы сильного ветра, которые могут достигать 15 км в час. Температура в феврале, хотя и будет держаться в норме умеренно-континентального климата, однако всё равно будет ниже, чем в предыдущие годы. Серьёзное похолодание синоптики ожидают во второй половине месяца. Столбик термометра опустится на 4-5 градусов по сравнению со средними январскими температурами. Ирина Сайко, Алексей Жучков и Павел Велицкий. Объектив. Неделя.